МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Береженого Бог бережет. В правительстве обсудили план противодействия коронавирусу. Метр за метром. В Заволчье продолжается строительство газопровода. Великолепная четверка. Прошел окружной полуфинал конкурса лидеры России 2020. Предупреждение распространения коронавируса уже несколько недель остается самой главной темой. Что делается в Чуваши для профилактики и все ли готово на случай выявления этого заболевания в регионе, обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Пока в России двое больных с подтвержденным диагнозом коронавируса. В Забайкалье и Тюменской области, которые прибыли из Китая, они с первого дня пребывания в стране находятся в боксах инфекционных стационаров. Лица из близкого круга общения также госпитализированы. В Чувашии пока таких случаев не зафиксировано. Однако план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса разработан. Временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев его подписал. Все медицинские организации готовы к приему потенциальных больных. Служба медицины катастроф провела тренировочные мероприятия по их доставке в медучреждения. В больницах и аэропорту проведен инструктаж врачей, которые оказывают первичную помощь, отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики. В 15 инфекционных стационарах сформирован коечный фонд в количестве 408 коек. Имеется 44 боксеринговых боксов с 70 койками для изоляции больных лиц в подозреваемых на инфекционные заболевания. И дополнительно могут быть развернуты 1529 коек. В готовности находятся 202 реанимационные койки. Для профилактики инфекционных болезней организована работа из 160 выездных бригад. Медицинские организации и комплектованную медицинскую аппаратуру для лечения осложненных форм гриппа и новой коронавирусной инфекции. Сейчас с симптомами ОРВИ в стационаре городской детской больницы номер 2 под особым наблюдением находятся трое детей. Двое отдыхали в Китае. Один контактный родитель отдыхая в Китае. И в БСМП находятся двое взрослых отдыхавших в Китае. Дополнительно 31-го часа на территорию Чуваши прибыло еще два взрослых отдыхавших в Китае без симптомов ОРВИ и отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию. Эти тесты выполнены в пункте прибытия в городе Казан, который находится под амбулаторным наблюдением. Во всех случаях новый коронавирус не выявлен. Инфекционные больницы, ПЦР-лаборатории дооснащают дополнительной аппаратурой, пробами для исследований, лекарствами, дезинфекционными средствами. На это выделено 49 миллионов рублей. Ситуация находится на контроле у Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора Чувашии. Постановлением главного государства санитарного врача поручено проводить дезинфекционные мероприятия, усиленный дезрежим в местах массового пребывания населения, в том числе в культурно-зрелищных объектах и объектах спорта, на вокзалах, торговых центрах, рынках и так далее. Эту работу должны проводить руководители организации. Просьба министерствам, ведомствам на своих объектах обязать и организовать эти мероприятия. Специалисты рекомендуют пока воздержаться от посещений Китайской Народной Республики и других стран, где выявлен коронавирус, и проводить обычную профилактику от ОРВИ. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. В правительстве Республики продолжаются кадровые перестановки. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о назначении Михаила Ноздрякова, исполняющем обязанности министра финансов Республики. Михаил Ноздряков с 2011 по 2014 год уже занимал пост министра финансов Чувашии. В это же время он был заместителем председателя кабинета министров Республики. С 2015 работал первым заместителем директора департамента финансов Севастополя. Временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашской Республики возложено на Николая Коргина, первого заместителя руководителя администрации, начальника управления внутренней политики. Об этом сообщается на официальном сайте органов власти Республики. Олег Николаев на еженедельном совещании дал поручение всем членам правительства в ближайшее время доработать программу ускоренного социально-экономического развития региона. Эту работу нам надо организовать и проделать в достаточно кратящие сроки, потому что мы с вами знаем, что сейчас и в Российской Федерации проекты сменилось, и у нас идет аналогичный процесс. И на этом этапе в том числе появляются дополнительные возможности получения дополнительных преференций и возможностей. Поэтому я призываю этим активно воспользоваться и, соответственно, динамично поработать в этом направлении. Олег Николаев подчеркнул, что празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне необходимо провести на достойном уровне. Также он акцентировал внимание на необходимости вовлечь максимальное количество участников, представителей общественных и некоммерческих организаций в марафон культурных событий в рамках столетия образования Чувашской автономной области. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. С начала февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России. Ежегодная индексация в этот раз составит 3%. Получают такие выплаты ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также члены их семей в случае их смерти. Изменилась и стоимость входящего в состав этих выплат набора социальных услуг. Теперь она равняется 1155 рублям в месяц. Строительство газопроводов за Волжье началось еще осенью прошлого года. Это стало возможным благодаря федеральной программе газификации регионов. Сегодня на объекте побывал исполняющий обязанности председателя правительства республики Иван Моторин. Метр за метром инженеры прокладывают дорогу к голубому топливу. Общая протяженность будущих сетей 52 километра, из которых 31 пройдет по Чувашии и 21 по республике Мариел. Проложено уже более двух километров газопровода. И для зимнего времени это хорошая динамика. Природный газ получит более 2500 жилых домов, социальные объекты, в числе которых школы и детские сады, санатории и больницы. Территория за Волжье станет более привлекательна для инвесторов, ведь отсутствие голубого топлива было серьезной преградой для развития. Трубы прочные, рассчитаны на максимальное давление, уверяет подрядчик. Трубопровод из 52 километров состоит из стального участка и полиэтиленового. Стальной участок полностью из стальной трубы в экструдированном полиэтилене, в трехслойной изоляции, что дает долговечность эксплуатации данного трубопровода. Закончилось многолетнее ожидание. К сожалению, от желания и доисполнение время проходит, но тем не менее факт совершается. Программа газификации регионов России, наш объект включен и подряд на организацию приступила 26 ноября. О скорости и о качестве строительства даже вопросов нет абсолютно. Мы, наверное, каждую неделю посещаем этот объект, смотрим, по следующему году благоустроить территорию. И задача остается уже сторона Мариел, строительство газопровода отвода и подача газа непосредственно потребителям заводской территории. Сварочные работы на линейной части завершатся к 2021 году. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Сразу четыре управленца из Чувашии вышли в финал конкурса «Лидеры России». Это рекордный результат. В двух предыдущих сезонах флагманского конкурса президентской платформы «Россия и страна возможностей» до финальных испытаний добирались лишь по одному представителю республики. Что пришлось преодолеть управленцам при Волжье на окружном полуфинале в Нижнем Новгороде в материале моих коллег Ирины Волковой и Андрея Шоклева. Я готов сделать проект, который изменит жизнь моего региона, и, конечно же, Чувашия. Хотелось бы поработать на благо региона в первую очередь. Хочешь изменить мир – начни со своего региона, уверен Дмитрий Сорокин. К слову, самый молодой полуфиналист из 15-ти представляющих Чувашию. Я большой специалист именно по экономике. У меня два образования, и я работаю экономистом всю свою жизнь. Хотелось бы помочь, попытаться как-то решить экономические проблемы людей в Чувашии. У меня есть по этому поводу множество идей. Стремящихся изменить мир или себя, и непременно к лучшему на полуфинале в Нижнем Новгороде 282 человека. Хотя для участия в конкурсе в Приволжском округе заявились почти 42 тысячи управленцев. Они дистанционно через тесты проявляли себя как лидеры. До полуфинала дошли лишь 315. А первые очные испытания ретест отсеяло еще 23 человека. Вы уже прошли серьезный многосторонний отбор и показали свою высокую квалификацию, уровень знаний и управленческие способности. Вы уже сейчас являетесь серьезным кадром, резервом для всех уровней управления. Каждая пятая заявка из поступивших на конкурс пришла именно из Приволжского федерального округа. Около 42 тысяч заявок. Интерес к конкурсу растет вообще. Появляются новые участники из новых сфер. Мы точно знаем, что спрос на управленцев в сфере науки тоже очень высок, как и во многих других отраслях. Полуфинал это решение кейсов. Каких? Секрет. Рассказывать о них запрещено. Иначе дисквалификация. Подробности рассказывать я не имею права. Могу сказать только это игровая ситуация, где у каждого участника есть определенная роль. И он в рамках этой роли предлагает какое-то решение. Потом идет командная работа и результатом деятельности команды является презентация. За два дня участники несколько раз меняют команды, когда за столом 10 управленцев вычислить среди них настоящего лидера. Задачи экспертов. Они непрестанно отслеживают каждого участника. Как организовать процесс, как обеспечить сотрудничество в команде, как принимать решения, как обеспечить взаимодействие в команде. То есть мы здесь смотрим даже не столько на результат, сколько на то, как человек достигает этого результат. За счет чего. Управленцы не привыкли отступать и раз за разом штурмуют конкурс. Яков Петров в полуфинале второй год подряд. Его ликотека для детей со смертельными диагнозами зародилась в рамках прошлогоднего задания «Сердце лидера». Для детей с палеотеремными диагнозами мы организовываем встречи этих детей с просмотрами фильмов и встречами с известными людьми. Мы устроим маленькие чаепития, просмотры фильмов и развлекательную программу для этих детей. Так что проект фонда «Аня Чижова» живет и я надеюсь, что будет жить. Мы ищем новых волонтеров, новых спонсоров и меценатов для того, чтобы помочь нашим деткам из Чувашии почувствовать себя полноценными детьми. Социальный проект так и остался обязательным условием для финалистов. Их в этом сезоне объявили в завершении второго дня испытаний. В тридцатку лучших по округу от Чувашии впервые прошли сразу четыре управленца. Депутат Госсовета Григорий Данилов, руководитель электрических сетей Иван Казанбаев и ныне москвичи с чебоксарскими корнями, банковский управляющий Александр Гатин и профайлер Илья Степанов. Почная встреча финалистов со всех округов России будет в конце марта в Сочи. Каждый получит миллион на образование, а топ-100 наставников на год из числа ведущих управленцев страны. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Нижнего Новгорода. Всероссийская Олимпиада школьников проходит во всех регионах страны. В столице Чувашии свои знания проверили любители химии. Об ученических опытах Юлия Важенина. Так, процесс окисления, жидкость от мозоли на спирту, ну и немного резинового клея. Почему до меня никто не додумался сделать нитки невидимыми? Это же решает целую кучу проблем. Изобретать сыворотку невидимости этим школьникам пока не нужно. У них другое задание. Перед каждым стоят 14 флаконов. В них водные растворы. Задача с помощью химических реакций определить, что за вещество в каждом из них. На все про все у участников 5 часов. Времени достаточно, но иногда они смогут не интерпретировать полученный результат, если они его получили, но не знают, какая тут реакция прошла. То есть и теоретический багаж должен быть, и практический. Задания достаточно сложные, но дети подготовленные. И это действительно так. На республиканском уровне Олимпиады участвуют победители и призеры муниципального и школьного этапов. А это 80 знатоков химии. Химия мне нравится. Я считаю, что знание химии способствует упрочному процессу понимания всех других наук, таких как биология, научного профиля. Нина Кудрявцева решила попробовать свои силы в Олимпиаде, оценить свой уровень знаний. В будущем она планирует стать врачом. Особенно сложно работать с органической химией, потому что она пахучая и голова кружится. То есть тяжело достаточно. Химия меня привлекает тем, что ты можешь больше узнать о нашем мире. То есть не просто как-то фактами, а сам проверить, узнать. То есть это очень интересно. Ты больше знаешь об этом мире. И теоретические, и практические испытания позади. Теперь участникам остается только ждать результатов. А лучшие из лучших отправятся представлять Чувашию уже на всероссийском уровне. К стации победы в финале – шанс поступить в вузы страны без вступительных экзаменов по профильному предмету. Юлия Важенина, Павел Рядков, Республика. Ликвидация долгостроев – одна из главных задач в сфере жилья. В связи с изменениями в законодательстве органы власти рассчитывают избавиться от этой проблемы. В столице Чувашии в прошлом году достроено и введено в эксплуатацию 14 домов. 2000 участников долевого строительства наконец получили свои ключи. А вот судьба шести объектов повисла в воздухе. Их хотят признать проблемными. С 1 июля 2019 года на строительстве новых объектов действует механизм эскроу-счетов. А это значит, что средства покупателей квартир хранятся в банках, а не поступают напрямую за стройщиком, как это было раньше. Таким образом, поставлен заслон недобросовестным подрядчикам, которые бесконтрольно тратили средства будущих владельцев жилья и нарушали графики ввода домов и эксплуатацию. В соответствии с законодательством теперь строится 36 объектов, а это почти 290 тысяч квадратных метров жилья. Но остались объекты, которые достраиваются по старым нормативным актам. Это более 400 тысяч квадратных метров жилья. Минстрой Чувашии совместно с прокуратурой республики, с правоохранительными органами плотно работает в данном направлении. Защищая дольщиков, берем под усиленный контроль строительства этих объектов. Договор долевого части является гарантом того, что это жильевое помещение в любом случае закреплено за дольщиком и оно никуда не пропадет. Соответственно, сегодня вопрос стоит о достройке объектов и, соответственно, передаче готового жилья дольщикам. Новые инициативы на рынке долевого строительства облегчили процесс признания объектов проблемными. Если раньше это зависело от того, ведутся ли работы на стройке или нет, то сейчас это делается уже в автоматическом режиме. В случае, если у застройщика по каким-то техническим, возможно, финансовым проблемам перенеслись сроки строительства или передачи квартир более чем на 6 месяцев, то это является автоматическим основанием для включения объектов в реестр проблемных. Независимо от финансового положения, независимо от технического состояния готовности объектов. Второй критерий – это признание застройщика банкротом. Это тоже одно из оснований. Если даже сроки не истекли передачи, если в отношении застройщика выводится процедура банкротства, то это тоже является основанием для включения объекта в единый реестр проблемных объектов. По закону, после включения объектов в единый реестр проблемных объектов разрабатывается соответствующая дорожная карта. В Минстрое рассчитывают, что дорожная карта для этих объектов будет готова в апреле. Их возьмут под особый контроль. Пришел мужчина к женщине. В столице Чуваши состоялся пресс-показ премьерного спектакля. В чувства главных героев разбиралась Юлия Важенина. Я один живу, Дмитрий Ведорович. У меня слышно жизни, как вы знаете. Не сложилось. А это вам Юдив сказал? Я сама вижу. Он и она. В постановке лишь два действующих лица. Главный герой – мужчина с тонкой душевной организацией, склонностью к рефлексии и философскими размышлениями. А нам – женщина с более прагматичным подходом. Каждый из них желает обрести тепло, уют и счастье семейной жизни. В мире, когда все очень одиноки, разрознены, несмотря на то, что сейчас много социальных сетей, скайп, все на связи, можно в любую минуту взять телефон и созвониться с человеком, находящимся в любой точке земли. Но при этом люди очень сильно одиноки, несчастные. И особенно это сложно людям, которым после 40, как Виктору Петровичу, главному герою. Пьеса «Пришел мужчина к женщине» уже стала классикой. Она идет и в России, и в Европе. Главную роль в разное время играли Любовь Полищук, Людмила Гурченко и Ирина Алферова. Они рассказывают простую житейскую историю, понятную всем. В постановке нашего камерного театра женская роль досталась Надежде Назаровой. Полищук смотрела, и Порошина смотрела, и Волочкова. А вообще, так как зерно роли у всех одно и то же, у всех героинь, мы, наверное, что-то свое внесли в характер моей героини. Допустим, что-то я внесла, что-то режиссер подсказал. Герою уже за 40. Он интеллигентный и застенчивый, отчаявшийся найти любовь. Вжиться в роль Дмитрия Цыганова пришлось в рекорд на короткие сроки. На все про все у актеров было лишь две недели. Для сравнения, в прошлую постановку они погружались более четырех месяцев. Сложно, да, даже в некоторых местах. Немножко чуть-чуть не посыпался. Ну, было даже чуть-чуть, но это сложно. Это надо привыкнуть. У меня первый раз в практике такое. За две недели стоять, еще вдвоем играть. В кино можно дубль повторить. А здесь уже это невозможно, и это тяжелее. Для средств массовой информации театр устроил пресс-показ. Что касается самой премьеры, то она состоится уже на этих выходных. Что? Так пойти? Сразу? Не сразу. Сразу я понимаю. Это я так спросил. Положительно? Положительно, не пойду. Юлия Важенина, Бахтияр Велеев, Республика. Попадите, а на снимете? Таковы главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова